ОКТОБ отменили акцию «Бессмертный полк». Казахстанские власти объяснили решение так. Якобы после проведения шествия портреты часто оказывались в урнах или были разбросаны по городу. В Минске акцию все же согласовали, но перенесли привычное место сбора. О том, почему «Бессмертный полк» все чаще обсуждают в контексте политики, выяснял Алексей Доронин. Журналисты из ОКТОБ отмечают, что обстановка в городе начала меняться еще в начале праздников. Так, власти Казахстана фактически запретили массовые шествия на Первомай. Следующим решением администрации стала отмена акции «Бессмертный полк». Однако объяснения мэра Ильяса Испанова ввели жителей в ступор. С тем, что фотографии ветеранов якобы захламляют город, никто согласиться не может. Тем более, что в столице Нур-Султане и Алматы акция пройдет как обычно. Журналист из ОКТОБ Дмитрий Матвеев считает, что отмена шествия просто предлог избежать массовых мероприятий в преддверии выборов президента. С 2014 года у нас идет эта акция и ни разу такого не было. Честно говоря, народ не понял его. На самом деле, как я полагаю, как полагают многие журналисты, власти просто боятся акций протеста, которые сейчас проходят в Казахстане перед выборами. И сейчас они подключают провластных блогеров, в основном это журналисты госзданий, которые пишут, что «Бессмертный полк» это наследие чуть ли не коммунистического прошлого, что зачем, что люди могут просто прийти в городской парк и постоять с портретами францевиков, и зачем с ними ходить по городу. С тревогой за происходящим следят и организаторы полка в соседнем Соктабе-Уральске. По их словам, городская молодежь пытается создать движение с тем же названием, чтобы в будущем проводить акции под своим началом. Фактически в том же направлении движется и «Бессмертный полк» в Белоруссии. Два года назад акция не была согласована. В прошлом же году Мингоросполком затянул решение вопроса вплоть до вечера 8 мая и дал согласие устно, когда стало ясно, что люди все равно примут участие в шествии. В этом году ситуация повторяется. В ходе пресс-конференции, посвященной мероприятиям ко Дню Победы, чиновники отметили, что все они пройдут под лозунгом «Беларусь помнит». Однако на вопрос журналистов об акции «Бессмертный полк» никто из представителей власти не ответил. В итоге акцию все же согласовали, но перенесли ее с Площади Победы к дому-музею первого съезда РСДРП. О неясной позиции Минска говорит белорусский журналист Олег Груздевой. Одновременно разрешили и одновременно сделали так, чтобы она фактически не прошла. По-прежнему, голорусские власти не хотят, чтобы люди с георгиевскими ленточками ходили по центру города. Власти распространяют свою собственную символику ленточки, красно-зеленые. Что касается «Бессмертного полка», ну так вот, его считают продолжением этой политики по расширению русского мира независимой республики. Куда более жесткую линию в отношении акции держит официальный Киев. Глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что это мероприятие в столице будет якобы организовано на российские деньги. В качестве ответа на вмешательство он предложил устроить шествие с портретами украинцев жертв сталинских репрессий. Напомню, что само движение было создано в Томске в 2011 году. Его основатель Сергей Лапенков рассказал «Бизнес.ФМ», что управлением и продвижением «Бессмертного полка» уже давно занимаются федеральные и региональные власти. Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов убежден, что для Москвы будет лучше воздержаться от государственной поддержки и без того популярной акции. Мы видим, что эта акция, распространяясь по миру, приобретает черты так называемой российской мягкой силы. И чем активней российское государство в целом будет ресурсно поддерживать проведение акций «Бессмертный полк» различных государств, тем, к сожалению, сильнее будет сила противопротиводействия. Мы должны это прекрасно понимать. Но, по крайней мере, необходимо эту акцию в максимальной степени сегодня освободить от государственной опеки. Чем ярче будут выражены собственно гражданские черты, чем ярче будут выражены человеческие, а не государственнические черты в этой акции, тем меньше подозрительности она будет вызывать в других государствах. На сегодня акция «Бессмертный полк» проходит в более чем 80 странах мира. В прошлом году шествия впервые прошли в Новой Зеландии, Малайзии и на Филиппинах. В этом году акция впервые состоится в Катаре. Продолжение следует...